У нас это коммунистическое движение руководилось таким очень неприятного вида человеком, которого звали Борис Пономарев. Он на виду с Условом был главным идеологом и руководил международным отделом ЦК, был секретарем. Он был старый коминтерновский кадр, ненавидел Сталина. Вот его внучатый племянник, сейчас вот этот бывший депутат Пономарев, омерзительный такой же, как и его родственник. Он сейчас вот главный подстрекатель и, по-моему, совсем шизанутый человек, который там такие вещи говорит, что даже слушать неудобно. И коммунистическое движение из нашего союзника при Андропове стало превращаться в проблему. Каким образом? Во-первых, те коммунистические партии, особенно в странах Латинской Америки, в Азии, да не только и в Европе некоторые, которые хотели захватить власть, которые претендовали на какую-то классовую революционную повестку, они начинали мешать вот этой политике договорника, которую, собственно говоря, Андроповская клика и решила проводить. Они не вписывались. Их приходилось сливать, с ними возникали проблемы. Они стали устраивать, ну, они недовольны тем, что их сливают. Они-то, собственно, как любая партия, существовали для того, чтобы захватить власть. Им предлагалось со стороны этого Пономарева, Андропова и прочих просто участвовать в неком договорнике. Вот как у нас КПРФ сейчас, да? То есть понятно, что масса людей, в том числе и члены самой КПРФ, недовольны этой политикой. И ничего сделать просто не могут. А те, будучи независимыми, в общем-то, материально от Москвы, потому что, я уже говорил, много говорят о том, что Москва там их снабжала, кормила. Это байки. Там был такой фонд рабочего движения. Годовой бюджет его был 23-24 миллиона долларов. Годовой бюджет. Значит, основную сумму вносил Советский Союз, 17-18 миллионов долларов. Остальные вносили социалистические страны. Ну, что такое 23-24 миллиона долларов? Вы сами понимаете, это просто слезы. А этих партий там было больше сотни. И сейчас один Абрамович мог бы содержать два таких коммунистических движения. И я думаю, что вот тогда вот начался вот такой конфликт. Стали создаваться отколы происходить. Стали создаваться группы, которые выступали в поддержку китайцев. Маисты, троцкисты стали усиливаться. Все те, кто критиковали КПСС и Советский Союз за ревизионизм, за соглашательство. И надо сказать, что тогда, конечно, мы этого не понимали. Но сейчас, когда глядишь на эти события с высоты лет, понимаешь, что в какой-то степени они были правы. Потому что действительно сливались революционные движения, сливались целые правительства. Я уже рассказывал об этом. И с другой стороны, в самом коммунистическом движении, в основных его бастионах, возник так называемый еврокоммунизм. Собственно, он всегда возникал, такая опасность вот этого еврокоммунизма. То есть, что такое еврокоммунизм? Это когда партия превращается в системную силу данной страны. Когда она непонятно, на чьей стороне будет в случае мировой войны. Когда мы не можем рассчитывать на то, что вот эти партии нас поддержат в случае на нас, если нападет Америка и другие. В этом была суть. А прикрывалось это всякими фразами о том, что рабочий класс сейчас главный сторонник демократии. Что демократия это основная задача, за которую надо бороться коммунистам и так далее. Все это прикрывалось таким фасадом. Всегда любое предательство, любой оппортунизм, любая измена, она прикрывается целым фасадом каких-то громких фраз. Собственно, лидерами этой еврокоммунизма были самые крупные компартии Европы. Это итальянская, французская и испанская. Испанская как бы выступала за стрельщиком, но фактически основную роль играла итальянская. И тут мы можем вспомнить, что эта компартия итальянская, она тесно связана с масонством, руководство ее. И для меня лично, знаете, до сих пор непонятно. Эта партия, которая в Италии была лидером в культуре, в науке, даже все архивы контролировались коммунистическими какими-то архивистами. Под ее эгидой была создана масса фильмов, 90% режиссеров великих итальянских это коммунисты и так далее. То есть они настолько были мощной силой в национальном сознании, в итальянском народе. И ведь вот это предательство к чему привело? Что от них не осталось практически ничего. Жалкие обломки, которые не могут даже провести одного-двух депутатов в парламент. Просто она слиняла, как царская Россия в феврале 17-го года. Это ужасно. Это ужасно то, что с ней случилось. Вот допустим французская еще более-менее там она конечно в пять раз стала уменьшилась, но хотя бы она существует и как какая с ней считаются и так далее. А это вообще слиняло. И руководство, вот это интересный пример того, как предатели разрушают то, что создавалось десятилетиями, если так вспомнить, боевой путь этой итальянской компартии. И вот значит в позднем советском.